Привет дорогие зрители! Сегодня я предлагаю вам окунуться в мир гейминга и познакомиться с самыми необычными стратегиями на ПК. Если вы устали от стандартных схем и готовы испытать свои тактические навыки, то вы попали по адресу. Так что не забываем заглядывать под видео, так как именно там вы найдете ссылки на магазины, где игры продаются по адекватным ценам, по сравнению со стимом. Ну что же, давайте начнем наше увлекательное путешествие по миру стратегий и откроем для себя что-то по-настоящему уникальное. Empires of the Underworld. Довольно необычная в своем исполнении игра в жанре стратегии реального времени, где тебе предстоит взяться за исполнение роли муравья. Ты будешь главарем колонии других муравьев, а затем отправишься на покорение земель. Твоей главной задачей будет завладеть всем миром зарослей, подчинив под себя представителей мира насекомых. Кроме того, ты должен правильно выстраивать жилые лабиринты, чтобы твоя армия могла спокойно по ним перемещаться. Отправляйся на феерические сражения с другими муравьями и завоевывай господство, делая для этого все, что понадобится. Развивай свою колонию и продумывай ходы, а также не забывай о стратегическом планировании. Займись тренировкой и постоянным улучшением боевых муравьев, так как столкновения с другими отрядами могут быть неравными, а ты сможешь взять их силой. Planetary Annihilation. Стратегия, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Здесь тебе предстоит отправиться в удивительное приключение, где главная цель заключается в захвате многочисленных планет. Старайся как можно больше развить и укрепить свою базу. Отправляйся на исследование локации для того, чтобы добыть полезные ресурсы и все необходимые предметы. Кроме того, не забывай создавать собственные армии, которые отправятся на захват земель и будут сражаться до последнего. Не забывай о том, что повсюду бродят жуткие соперники, которые подготовили для тебя коварный план по захвату планеты и ее жителей. Здесь уничтожению подвергается все, что ты только увидишь. Ты можешь разрушить даже огромную планету с помощью имеющихся приспособлений. Главными ресурсами здесь являются энергия и железо. Все это сможешь ты раздобыть на своей территории. Десктоп Dungeons & Rewide. Крутое сочетание рогалика и экшена, который отправляет нас на просторе трехмерного мира. Первым делом стоит отметить важность стратегических навыков главного героя, который должен продумывать каждый шаг наперед и стараться не совершать ошибок. Ведь они приведут к непредвиденным последствиям. Основная задача возвести собственное королевство, богатое на ресурсы и максимально защищенное от нападения коварных оппонентов. В своем распоряжении довольно богатый арсенал вооружения, а поэтому шансы на победу автоматически возрастают. Каждое новое начало игры будет по-своему уникально, ведь ты можешь выбирать разных героев, отнести их к разным классам, тем самым кардинально меняя прохождение игры. Есть в наличии и сетевое прохождение, где ты сможешь похвастаться своими достижениями в игре перед друзьями. Визуальное исполнение порадует приятной анимацией, яркими красками и крутыми визуальными эффектами. Dwarf Fortress. Игра, которая достаточно долгое время находится на стадии своей разработки, но уже за этот период сумела собрать толпы поклонников и довольно неплохие отзывы. В первую очередь на глаза бросается довольно необычное графическое исполнение, где каждая деталь продумана до мелочей. Здесь тебе предстоит взять под свой контроль создание огромного мира. Вначале перед тобой открывается случайно сгенерированная локация с уникальным ландшафтом. Затем тебе следует заняться заселением этой планеты гномами, которыми вследствие ты и будешь управлять, тем самым создавая собственную цивилизацию. У тебя будет разнообразие игровых режимов. Так, к примеру, ты сможешь выбрать один из режимов под названием Dwarf Fortress, где ты создаешь собственную крепость, а рядом с ней огромный город, а затем просто следить за его процветанием и развитием. They are Billions. Проект, разработанный во всех прелестях жанра стратегии, где все действия будут происходить в недалеком будущем. На твои плечи ложится довольно много обязанностей, где ты будешь выстраивать здания, управлять группами колонистов и делать все возможное, чтобы сохранить себе жизнь. Все дело в том, что до недавнего времени планета процветала и прогрессировала, но что-то пошло не так, и по всему миру стал разноситься жуткий вирус. Этот вирус принес беды миллионам людей, превращая одного за другим в коварных и кровожадных зомби. Практически все люди погибли, но остались лишь немногие, которым повезло. Теперь тебе необходимо находить всевозможные варианты дальнейшего развития событий, чтобы не оказаться в числе зараженных. Castle Story. Проект, основанный на идеях популярной игры под названием Minecraft. Здесь тебе предстоит также проживать жизнь главного героя, много строить и заниматься второстепенными делами. Мир игры создан из нескольких островов, которые полят в небесах над бескрайним океаном. Исследуй яркий и красочный мир, где у тебя будет полно возможностей. Добывай полезные ресурсы, а из них создавай необходимые для жизнедеятельности предметы. Направь, пожалуйста, фантазии на возведение различных построек, а также создавай множество тоннелей в подземном таинственном мире. Собери свою крутую и мощную армию, которой будешь разбивать противников, постоянно покушающихся на твою жизнь. Не забывай укреплять свои здания, чтобы никакой враг не смог к тебе даже подобраться. The Universe 7 довольно большой по масштабам и очень интересный симулятор, где тебе предстоит стать создателем целого мира. Отправляйся на неизвестную планету, где создай небольшое поселение, которое затем вырастет до огромной межгалактической цивилизации. Как только ты станешь продвигаться в своей сфере деятельности, займись колонизацией и других планет, чтобы расширять свои возможности и владения. Здесь не обойдется и без обороны за жизнь, ведь повсюду у тебя будут появляться препятствия и разного рода противники. Твоя планета будет генерироваться случайным образом, что сделает игру одновременно и сложнее, и интереснее. Также стоит опасаться погодных условий и всевозможных природных катаклизмов, которые постоянно будут препятствовать достижению твоей цели. Battlefleet Gothic Armada 2 Новое представление динамическо-космического сражения, где ты исполнишь роль отважного воина и отправишься на спасение мира. Игра может порадовать своей реалистичностью в графическом исполнении, массой увлекательных миссий, а также разнообразием арсенала оружия, которое поможет тебе истребить наибольшее количество врагов. Ты станешь частью безумных баталий, взявшись за управление мощным космическим кораблем. Ты можешь выбрать для себя летательный аппарат, отправившись на одну из представленных баз. Старайся быть сосредоточенным на основном действии, чтобы не упустить момента сразить врага на повал. Из особенностей также можно отметить разнообразие космических суден, каждая из которых имеет отличные характеристики и боевые способности. Научившись правильно управлять тем или иным видом судна, ты смело сможешь отправиться на сражение с самым опасным и профессиональным врагом. Возможности для игрока разработчики добавили огромное количество, что позволит тебе почувствовать себя полноценной частью этой динамической, но в то же время максимально опасной космической вселенной. Испытание ожидает игрока на каждом шагу, именно поэтому стоит позаботиться об улучшении своих навыков и боевых характеристик. На данный момент в игре доступно 4 фракции, одну из которых на выбор ты сможешь привести к победе. Rise to Ruins Это по сути самый настоящий симулятор деревни, который разработан на основе игр 90-х годов. Все действия в игре будут происходить в режиме реального времени с видом сверху, что позволит тебе взять под свой контроль все аспекты деятельности. Ты начнешь с малого, но затем сможешь создать довольно масштабное и многофункциональное поселение. Начни со строительства небольших домов, а затем займись благоустройством. Инфраструктура должна развиваться постепенно, чтобы она приносила достаточно большие суммы денег, которые необходимо вложить непосредственно в развитие твоего творения. Большую часть игры занимает именно управление деревней, а кроме этого тебе необходимо тщательно продумать свой стратегический план. Более того, тебе необходимо бороться с толпами противников, чтобы защитить свое поселение. Поэтому сделай запас мощного оружия и старайся сделать все возможное, чтобы не понести потерь. Фактори Таун – игра в жанре симулятора строительства, где ты будешь воссоздавать с нуля собственное поселение, взяв под контроль все аспекты его деятельности. Перед тобой открывается пустынная местность, на которой в будущем будет находиться многофункциональный город. Создай свое дело так, как тебе будет угодно. В этом нет никаких ограничений, но при этом всегда бери в учет комфорт и спокойствие своих жителей. Ты будешь заниматься автоматизацией и оптимизацией любого рода деятельности, включая инфраструктуры и поставки полезных материалов с помощью железных дорог, либо по воде. Для начала тебе дается несколько рабочих, которых необходимо поставить на добычу ресурсов, чтобы было из чего построить первые здания. Ты будешь всячески снабжать поселение ценными товарами, необходимыми для комфортной жизнедеятельности. Расширяй масштабы города, чтобы стать самым многофункциональным поселением. Изучай новейшие технологии и старайся правильно внедрить их в свое творение. Именно эти технологии в разы повысит эффективность развития города, что принесет тебе дополнительные бонусы и больше времени для развития фантазии. Планируй свои действия тщательно, чтобы не допускать ошибок, которые могут привести к неожиданным последствиям. Tooth and Tail – стратегия в режиме реального времени, где ты сможешь сыграть один на один или два на два в компании своих друзей. Играть ты сможешь как в сети, так и на одном компьютере, отлично проведя время в динамичном процессе игры. Для начала тебе необходимо выбрать для себя командующего, который будет заниматься управлением огромного и могущественного войска. Матчи будут длиться в среднем от 5 до 10 минут, но за это время ты сможешь проявить все свои навыки и способности ведения сражения. Графика в игре разработана в довольно необычном пиксельном стиле, а весь геймплей занимает до нескольких часов. Все главные герои здесь изображены в виде животных с человеческими очертаниями. Управление в игре достаточно простое, а также может порадовать создание собственной тактики, которая будет победная в любом противостоянии и выведет команду в число лучших. Forth – игра в жанре стратегии, исполненная в простом 2D стиле, но даже несмотря на это оставит после себя позитивные эмоции. Все действия в игре будут происходить в режиме реального времени. Разработчики основной вклад сделали именно в проработку физики, что делает игру не только более интересной, но и сложной. Тебе предстоит взяться за дело и в этот раз за очень непростое. Создай свой собственный флот, который будет могущественен и функционален. Тем же займется и твой враг, поэтому будь внимательным на каждом шагу и к каждой детали. Тебе необходимо стереть с лица земли флот врага, пока он не снес твой. У тебя будет большой выбор в плане построек, которые могут тебе наладить работу твоих владений. Не забывай, что тебе необходимо тщательно обезопасить самые основные элементы, чтобы враг не смог туда добраться. Также необходимо запастись мощным оружием, которое пригодится тебе в той или иной схватке. Некросмит погружает игроков в фэнтезийные приключения, где предстоит взять под управление некроманта. Главному герою приходится собирать различные ингредиенты для прокачки собственной башни, а также использовать боевые способности для сражения с монстрами. В игре предстоит вступать в бой с различными противниками, собирая под себя желаемый блит персонажа. Так, например, можно комбинировать между собой разные части тел, среди которых будут зомби, орки, гарпии, элементали, роботы, скелеты и прочая нечисть. Главной задачей для геймеров в Некросмит становится продвижение по сюжетной кампании, улучшая постепенно свою некролабораторию. Игроки смогут поднимать мертвых воителей, собирая их на свое усмотрение, чтобы вследствие отправить их в битву с противниками. В игре придется постоянно заниматься исследованием технологий и окружающей среды, где также придется контактировать со второстепенными NPC и выполнять квесты, а еще взаимодействовать с интерактивными предметами. И вот мы подошли к концу моего топ-10 необычных стратегий на ПК. Были ли у вас любимые игры из этого списка? Или может быть вы открыли для себя что-то новое и интересное? Не стесняйтесь поделиться своими впечатлениями в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о самых захватывающих играх на ПК. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.